Скорость того, насколько быстро вы с ней сблизились, и ваша серьезность, и крепость ваших отношений, и вообще, что будет дальше, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, хочу подчеркнуть, потому что у нас даже с Тиграном здесь могут мне немножко разговаривать, она абсолютно никак не коррелирует, ты можешь ухаживать за ней три месяца, потом она окажется мразью конченной, не знаю, и ты окажешься неопытным мужчиной, который это не разглядел, и для через еще три месяца вы разбежитесь, а она еще прихватит телевизор со стеной. А может трахнуть ее на первом свидании, я не знаю, и потом, блядь, провести 20 лет счастливой жизнью, и будет душа в душу. Не связано это никак. На мой взгляд, самая идеальная схема, она может многим понравится, может многим не понравится, но я думаю, что многим понравится в идеале после тренинга хорошенько потрахаться с разными бабами, походить на большое количество свиданий, посмотреть, как себя вообще женщины ведут, поизучать их, ты же толком-то ничего не знаешь, у тебя... Вы, если там и живете, если вам посчастливилось, так сказать, в кавычках, там года два-три, там случайно появилась телка, вы с ней прожили, все там, как бы сделали, выводы, на самом деле, там, как бы телки разные, и желательно походить с ними на свиданки, посмотреть, как они будут вас сидеть, там, объедать... Плюсы-то какие, ты еще и увидишь, какими могут быть женщины, ты видишь, что вот это мне вообще неприемлемо, ебать, а что такое бывает, что это, да вы что? А это мне нравится, и у тебя в голове будет четче формироваться образ, как ты потом, ну какая-то калька, да, которую ты будешь прикладывать, это фарет, о, взводится, ты четко будешь уже понимать. Желательно, чтобы она у тебя сложилась, как бы, из своего собственного опыта общения с женщинами, а не там, не от родителей, не по книжкам, а то есть, когда ты уже сам пообщаешься, посмотришь, какие женщины бывают, как они себя ведут, неважно, то есть, как они себя выглядят, они могут себя вести по-разному, то есть, там, какая-то ботаничка, которая тебе понравится, на самом деле, может тебя там, ну вот, просто ты потом узнаешь, что у нее, ее трахает еще кто-то другой, то есть, у тебя вот эти образы начнут рассыпаться. Желательно за этим ходить и, ну, делать много свиданий, там, много секса, там, хотя бы первые полгода, а потом заходить в отношения, когда часто после тренинга сразу парни уходят в отношения, как бы, никакой там позиции сверху, они ничего это не прокачивают, то есть, я там, на каждом свиданке у меня было, я вот вчера повторялся, я ставил себе какие-то новые задания, вот сейчас засосать, тут как бы будет рука в пирожке, то есть, я все время что-то там, ну, прокачивал то, что я, как бы, никогда не делал, вот эту позицию сверху я именно прокачивал на свидании, Я сначала как бы себе ее, ну, внушил, что я ей буду пользоваться, только не всегда получалось. Теперь я это применяю как бы в том числе и в семье. Как бы мне это очень помогло, что я до того, как пойти в семью, ходил и там траплялся. И иногда вот сейчас ради вот таких, когда вот у меня были такие штуки, я тогда только понял, мне сначала было стрёмно, как можно назначать два свидания, как бы, ну, блядь, ну, там, допустим, одно на 21, а второе на 22, ну, там же тёлке придётся отказать. А потом, когда меня начали динамить вот эти, кто на 21 был, ну, я думаю, хорошо, что теперь есть на 22. То есть, или я приходил на 21, и там была вот такая ситуация дурацкая, как у тебя, я её нахер сливал, не мучился, а, ну, как бы, брал вторую попытку на 22, которая была назначена свидания, но в ней шёл. То есть, это выбор называется, выбор в пользу того, что... Чё, ну, блядь, нечестно, просто девчонки, чувак, ну, типа, в 21, в 22, а, блядь, девчонку в 21, ожидаешь, что ты, блядь, с ней проведёшь время. Как ты говоришь ещё раз? Смотри, ты назначен на 21, а на 22. Девчонку на 21, которую ты её наёгываешь уже по-любому. Сто процентов. Как тебе не стереть? Великат 22, а ну, как сами делаешь, да, когда приходишь, вот ты правильно сказал, на улице надо встретиться, 10 минут, но там надо встречаться только они где-нибудь, там начаться пруды, а вот для нотариуса зайти, договор заключить, что с сегодняшним дня мы вступаем в такое серьёзное отношение, и с моей стороны не будет никакого обмана. Жень, нет такого, что... Я не могу сейчас тебя за это ругать, Жень, я тебе просто скажу сейчас, ты симпатичный парень, и пока ты ехал в метро, как тебе, блядь, не стыдно, нахуй? Потому что несколько женщин, которые сидели в вагоне, возможно, и там та, которая 62, блядь, они тебя подумали, блядь, я бы с ним потрахалась, а ты их обломал, как тебе не стыдно, блядь? Нет, тебе должно быть стыдно, Евгений. Никто не давал вообще, всё, я уже понял, что надо вот... всё делать по таблице, надо быть наглее, не надо стесняться там, ну, в общем... Женя, смотри, у тебя было, когда ты договаривался из Тиндера с девушками, они не приходили. Один раз был. Что было с тобой? Ты судился с ними? Ты сейчас, ну, у вас тяжбы на какой стадии? Я вас понял, я вас понял. Нет, что было с тобой? Тебе было обидно? Было обидно. Было обидно, я просто удалял и всё забывал. И что? Ты пережил этот момент. Да. Ты допускаешь, что женщины часто могут делать так же. К сожалению, в той жизни был только один момент. У меня было очень много раз, когда они не приходили на свидание. Мужики, я вас понял? Нет, смотри, тут вопрос какой. Я вас понял, но. Мы сейчас хотим тебе помочь, Женя. А ты, блядь, вот закрыт и всё. Женя, тебе как у меня прошибло, что ты должен уже решить. Тебе надо специально сделать так. Я тебе прям больше скажу. Договориться с пятью девушками на свидание и не прийти. И понять, что от этого никто не умер, короче. Ты, блядь, им ничего не должен. Ты неплохой. Всё нормально. It's life. Такое бывает. Shit happens там или что там? Чё-то такое, пизда. Нет, понимаешь, я тебе прям без шуток говорю. Ты сейчас сам себе придумал задание. Правда, я сильно сомневаюсь в том, что ты его сделаешь. Не сделаю. А надо же. И тогда ты и не вырастешь, блядь. Вот у тебя есть какая-то херня, которая тебя не пускает. Но, блядь, плохой мальчик не ассоциируется с... Хороший мальчик и секс. Это, блядь, скиньте в чат мою любимую фотку. Про розетку. Про розетку, блядь. И, чувак, и ты себя только в этом случае, как бы ты свое качество жизни понижаешь. Ты себя сильно ставишь в какие-то рамки. Есть какие-то недопущения. Чем больше у человека недопущений в голове. И он думает, блин, вот так, ну, такого не может быть. Такое я никогда не прощу. Такого со мной не будет. Чем больше ты ебаней в твоей прекрасной, очкастой, замечательной голове, умной, да. Тем хуже тебе будет, Женя, жить. Ты пришел на свидание. На первое. Понятно у тебя, как бы, принцип. На первом свидании ни-ни. Согласен? Правильно, правильно. Вот вы сидите где-то. Вот она тебе залает в штаны. И говорит, поехали ко мне. Твои действия. Честно. Отморожен, скорее всего. Ты скажешь, нет, я не поеду. Скорее всего, да. Сегодня. Ну, честно, это зависит от девчонки. Она тебе нравится. Она тебе прям очень нравится. Скорее всего, поеду. Где логика? Логика. С изоматом и сагалиевым. Решали. Стоп, стоп, стоп. Давай, если ты такой принципиальный. Так где ж твой принцип тогда здесь? А тебе не кажется, что это чисто для себя так? На всякий случай, если вдруг не получилось. Ну, просто я так захотел, как Вова до этого сказал. Так где ж тогда логика твоя? Если такой принципиальный. А, смотри. То есть в реальности обстоятельства. Логично объясни. Чтоб я логично понял. Ну, хорошо. Давай, если хочешь логично. Смотри. Ты уже приписал, что это принцип. Я не говорю принцип. Мне просто это не комфортно, чувак. Я не говорю, что принцип не... Почему ты поедешь с ней, когда она сама тебя лапает? Тебе ж не комфортно. Ну, скорее всего. Если девчонка мне нравится, мне становится комфортно. Ну, когда она сама тебя начинает трогать за письку и говорит, поехали, ты говоришь, поехали. Ты же на нее ответственность... Тебе комфортнее становится, что ли? Если она мне приятна, мне становится комфортно. Да, блядь, забудь об этом. Представь, что все женщины, о которых мы сейчас говорим, только приятны. Всех уебищ сожгли. Вот там, Миша догорает до последней. Все. Нет неприятных женщин. Все приятные, все классные, все красивые. Но ты сам не делаешь попыток сблизиться, потому что тебе некомфортно. Или, там, неприемлемо. Но когда она сама тебя трогает за членом и говорит, поехали домой, ты же поехали. Правильно? Вполне возможно, такая ситуация будет, да. Ну, у него просто... Володя, смотри, я сейчас встану на твою сторону, потому что мне много чего говорили в тренинге, в том числе вот этот товарищ. И, ну, в силу своего тогдашнего мышления, я вообще в это не верил. Я вообще в это не верил, как бы ты знаешь, как ты не можешь убить человека, пока ты не попадешь на войну. Ну, пока ты не начнешь, там, вот эти действия. Как только твоего первого друга, блядь, прикончат, ты начнешь, просто возьмешь автомат и начнешь стрелять. Должна вот эта искра, как бы, она должна тебя пробить. Сейчас ты сидишь и в теории, как бы, рассуждаешь. Но если ты будешь ходить на свидание, у тебя вот практика, ты только там это сможешь понять. Здесь хотя бы это услышь, что мы здесь говорим, я, ну... Просто допусти, что есть такая правда уже кого-то. Давайте так, я вас услышал, скорее всего, нет таких слов, которые вы мне можете сказать, которые меня поменяют. Я, если дойду, я сам до этого дойду. Да, я потом и говорил, что у меня была точно такая же штука. Я через месяц, когда вот эти свидания, блядь, я уже беру телефон легко, но хожу на свидание, нет секса и ничего не получается, ничего не получается. Я все-таки потом понимаю, что все-таки надо Володю, ну, как бы, слушать, наверное, блядь, что он говорит. Потому что, когда он мне говорил какие-то вещи, мне казалось это, ну, как бы, мерзким, блядь, ну, нельзя так к женщинам относиться, хотя я сам, как бы, мерзкий тихо еще. Да, да. Но у меня все-таки там родители... А Володя-то оказался по итогу еще больше и намного задрот, чем юный, блядь. У меня родители, преподаватели, как бы, мне вот это там все так доносили, и это, как бы, сидело под коркой. Но когда я вышел, вот, блядь, на поле битвы именно с этими женщинами, когда начались ежедневные свиданки с отказами, когда ты платишь каждый день, едешь туда и тебе отказывают, отказывают, тебя начинает это, ну, как бы, твое мужское либидо, блядь, расшатываться, ты начинаешь психовать и понимаешь, что есть некоторые инструкции, по которым надо все-таки действовать. Я думаю, что, ну, до того момента, пока у тебя, ну, не прищеменькие яйцо, ты поймешь, что, блядь, тут свиданка не состоялась, там тебе опять не дали, пока ты не обидишься, пока ты, вот, у тебя, ну, не взыграет вот это чувство... Есть такая штука inside, Женя, то есть, когда человеку 10 раз... Чувство собственного мужского достоинства пока тебе не взыграет, то есть, как бы, это пока, вот, это у нас это все слова, то есть, ты должен это там почувствовать, потому что у меня вот было так же. Я буду ходить... Я рассчитываю, что у тебя это потом... А знаешь, какой, да, будет, inside, короче, типа, например, как он может быть? Когда человеку говорят много-много раз, он такой, вроде все понятно, но что-то вот не то. А inside, ну, как бы, это как вспышка какая-то, то есть, бах, блядь, да ладно. Как будто ты услышал то, что тебе всегда хотели сказать, а ты просто вот как-то... Допустим, ты когда-нибудь пойдешь на свидание с девушкой, ты из-за того, что, ну, ты не заочкнуешь, это я сейчас свое мнение говорю, ты не будешь ее трогать, сам себе объяснишь. А в следующий день увидишь ее же, там где-то, я не знаю, будешь пить чай с другом в кафе, увидишь эту же тёлку, как она пришла на свидание с чуваком, тебе хватит опыта и понимания понять, что у них сейчас первое свидание, потому что там... Ну, как-то по каким-то признакам ты поймешь, что по ходу дело это ее какое-то первое свидание с кем-то. А через час ты увидишь, как он, блядь, засовывает свой палец ей в жопу, нахуй, в этом кафе. И она с радостью на это реагирует, ну, конечно, к тебе, и вот тогда вот будет инсайд. Да, и вот тогда будет инсайд. Ну, вот я тебе желаю этого инсайда, потому что, ну, как бы, такие вещи, они прям очень лечат. Знаешь, какой инсайд будет? Иначе, как бы, где логика, зачем мы вот об этом сейчас усираемся? Мы сейчас не просто так тратим время всех, это всех касается. Это пример, вот, ну, он хороший, у каждого есть в башке какая-то хрень, но это даже не допущение, это не, как сказать, не на сто процентов честность с собой, и все. Вот если так вот сесть и подумать, ну, блядь, да, я себя просто наебываю. А почему вот это все легко проверяется? Если она сама, она тебе симпатичная, говорит, поехали ко мне домой займемся сексом, мы же поехали. И комфорт сразу как-то приходит, да, и впиздуйте принципы, дай-ка поедем, нажми, нравится. Вот в этом и вся загвоздка. Просто есть люди, у которых все получается, ну, как бы, это я сейчас имею в виду, это я сейчас нас имею в виду, как бы, мы действуем по каким-то своим, ну, по правилам своими, естественно, что мы сейчас эти правила тебе пытаемся предложить. Если ты пришел в тренинг и, ну, как бы, решил, что ты будешь делать только все задания, чтобы тебе было комфортно, ну, как Володя сказал, возможно, ты не выражешь. Женя, ни в одном другом тренинге три человека сразу на протяжении, блядь, уже там сорока минут не будут пытаться вдолбить тебе в голову что-то. Я знаю, как, ну, всю эту кухню, все, все эти вот эти вот какие-то проекты и все проще. Сейчас вот надо повыпендриваться, вот использую этот шанс обязательно. Реально такого нигде не будет, всем похуй. Нет, нет, окей, все, поехали дальше. Все идем делать приветы. Здесь вообще еще раз, этот тренинг про честность с самим собой. Когда ты перестанешь себя наебывать, то есть обратная пропорция, чем меньше ты себя наебываешь, тем больше в жизни у тебя все складывается так, как ты хочешь. И, как говорит Юра, нужно задавать, уметь задавать себе неприятные вопросы. И чем больше у тебя этот навык прокачан, тем, сука, это больнее, а с другой стороны, это эффективнее, потому что чем меньше ты себя наебываешь, тем больше ты говоришь, а что это я? То есть это вообще про вот это. Женщина это просто отличный инструмент, который сейчас вот показал, например, где Женя себя наебывает. Почему еще сейчас говорят, потому что опыт твой, но он горький опыт, понимаешь? Есть момент, если его не испытать или оценить, потому что, ну, по сути, ты не хочешь выглядеть как-то, или чтобы в них не разочароваться, если я сейчас ее... Я не знаю, какие у тебя там мысли, ты не хочешь. Вот. Но такого нет. Так не работает. Просто на сегодняшний день вот твои представления о мире, как бы, блядь, ну, как мне кажется, они немножко неэффективны, иначе бы ты здесь не сидел. Я тебе предлагаю, мы тебе предлагаем немножко вот эти представления поменять. Смотри, тот человек, который кандошит корову на мясокомбинате, он злой или добрый? В моей картине мира окей. Нет, он злой или добрый? Не злой, не добрый, он окей. Я не могу сказать главное. Может, не самый лучший пример, да, но в чьей-то картине мира он пидорас, да? Да. Ну, допустим, есть такие, да, смотри, он пидорас. Ну, с Юрой, как бы, тут взятки гладкие, он и веган, короче, да? Кто-то сидит, жрет, короче, стейк, такой, типа, там, причмокивая, да, там, какой-нибудь well done, там, я не знаю, medium well, неважно, припевает там венцо и говорит, какие же они пидорасы. Я вот считаю, те, кто убивает животных, они сволочи. Ужасные люди. Ужасные люди. Ужасные, но мне, пожалуйста, перечный соус добавьте, блядь, понимаешь? То есть, а к тому, что, ну, смотри-ка. Я к чему, если ты будешь заниматься с женщинами сексом еще и на первом свидании, это никак не сделает тебя хуже или лучше. Если ты будешь ходить в церковь, блядь, там, падать башкой об этот, я сам видел бабку, которая там, ёб твою мать, там, господи, что-то. Вышла и давай там какую-то другую бабку, хуесосить, блядь. Они там старые, жадные, хуесосить. Смысл-то в этой показухе, блядь. Ты можешь не ходить в церковь, блядь, но при этом, как бы, не знаю, быть там соблюдающим каноны человеком. То есть, куча примеров. То есть, если ты будешь трахать женщин на первом свидании, никто не скажет, что Женя плохой. Ты просто не будешь трахать их, как бы, вот и все. Их будет трахать кто-то другой. Мне понравилась девушка. Когда у тебя уже нет проблем с сексом, ты уже начинаешь искать что-то другое. То есть, ты говоришь, блядь, я хочу большего, я хочу там эмоции, не знаю, что-то желание о ней заботиться, чтобы мне с ней было прикольно, чтобы я уже там и семью, там о другом вообще. Ну, блядь, когда ты хочешь жрать, очень хочешь, ты три дня не ел, ты приходишь в дом к какому-то человеку, ну там вот, там чуть-чуть замерзлешь, стоишь холодный, голодный, заходи. А он просто одинокий долбоеб, который любит музыку. И он говорит, смотри, я сейчас тебе поставлю, это ранний Шуберт в его начале карьеры, блядь, а ты сидишь и смотришь на батон, сука, вот там, он торчит на кухне. И он говорит, понимаешь, это же экспрессия, ты говоришь, блядь, а есть что пожрать? Это вот про секс, то есть пока ты вот эту потребность не закроешь, не обманешь тебе свой хер никогда. Ну, не он, блядь, он, это, он живет отдельной жизнью, там свой интеллект, блядь, не сможет его обманывать. Он говорит, ты же не хочешь тракцию, такой, а что это, раз и лег. Мне кажется, так не получится. Универсальный вариант, когда ты сидишь, общаешься с девушкой, первое свидание, второе, третье, но ты демонстрируешь всячески своим телом, что ты эту девушку без проблем можешь заняться сексом прямо сейчас. Но ты этого не делаешь не потому, что ты, как эти все додики там, блядь, боишься, потому что ты сам не хочешь этого. И это прикольно, когда ты сидишь, блядь, общаешься с ней, не знаю, вы киношку смотрите, там хуяк, я что-то, блядь, там раз, за волосы, мне очень нравится во время секса делать, все, забыл про это, блин, прикольно, вот этот актер такой классный. И ты с ней наслаждаешься тем, что она об этом понимает. Но нет, нет, ты вбрасываешь физически, с помощью рук и других частей тела, вбрасываешь какие-то вещи. То есть ты должен дать ей понять, что ты сейчас с ней не занимаешься сексом. Совсем не потому, почему остальные мужики, потому что они только и думают, а ты кайфуешь. Но ты точно должен давать ей понять и киноэстетики словами, что это мой выбор сейчас. Все-таки это уже с опытом этот момент. Ну можешь сразу это сделать, если у тебя получится. Но чтобы сразу, это мое мнение, что у тебя так сразу не получится, а получится, если ты реально с многими девушками попытаешься сознательно сблизиться там как можно скорее, вот и все. Потом ты можешь делать все, что хочешь. Не надо, блядь, мне рассказывать, что, сука, Лада Гранта или что там, Веста или Калина, это отличный автомобиль, тем более это очень патриотично, когда у тебя зарплата, блядь, 10 тысяч рублей. Нихуя этим людям не верю, когда они говорят, я патриот, поэтому я езжу на Весту. Да ты нищий, сука, поэтому ты ездишь на Весту, блядь. Если бы у чувака было 10 миллионов рублей чисто на автомобиль, хуй бы он купил себе эту Весту. Это вопрос, это реально честный выбор. Вот иди спроси его, а чего ты на Весту едешь? Я патриот. Окей, вот окей. На 10 миллионов. Ну, скорее всего, это просто наебалово. Так же, как сейчас у Жени, где-то у тебя и у кого-то еще. Вот и все. Весту. Пока. Пока.